МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Год подходит к концу, и теперь стало официально известно об уходе инсомния из Варкрафт 3. А также мы ждем вас в нашей школе киберспорта. Сегодня мы рассмотрим особенности использования дальнобойных юнитов и тактику поведения на рампе в игре Старкрафт. И, конечно же, вас ждут новые соревнования. Сегодня вы увидите матч по дисциплине Старкрафт, прошедший в рамках гранд-финала WorldKiberGames 2007 в Сиэтле. Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. Сегодня Орбкомитет Electronic Sports World Cup анонсировал Quake 3 и Dota официальными дисциплинами ивента в 2008 году в дополнение к уже объявленным Counter-Strike 1.6, Warcraft 3 и Trackmania Nations. Турниры второй партии объявленных дисциплин будут как мужские, так и женские. Дота будет играться в формате 5 на 5 на последней стабильной карте, Quake 3 в формате 1 на 1. Недавно, после шести лет молчания, вышел небольшой ролик из Duke Nukem Forever. Заметим, что последнее видео из игры было представлено на выставке E3 еще в далеком 2001 году. Разработка DNF началась в 1997 году и ведется уже более 10 лет. Официальная дата релиза не объявлена. Будем надеяться, что после почти 10 лет разработки Сталина Duke снова взорвет игровой мир. Год подходит к концу и теперь стало официально известно об уходе здравка Инсомния Георгиев из Warcraft 3. Слухи об этом ходили уже некоторое время в интервью и публикации. Сегодня стало официально известно, что болгарский игрок Инсомния заканчивает свою Warcraft 3 карьеру. Игрок состоял в СК Гейминг 5 лет и играл за эту команду с тех пор, как СК начали играть на Warcraft 3 League. Вице-чемпиона мира датская команда NOA приняла решение объединиться с проектом Mortal Teamwork и отныне будет выступать под тегом немецкой команды. Менеджер датчан Ларс Эйбен заменит в Mortal Teamwork Мирка Шарпинга и теперь будет исполнять обязанности директора, которому придется следить за делами сразу двух подразделений. Официальный анонс гласит, что в Mortal Teamwork будет произведено несколько перестановок, которые будут оглашены в ближайшем будущем. Добро пожаловать в школу виртуального спорта! Сегодня мы рассмотрим особенности использования дальнобойных юнитов и тактику поведения на рампе. Дальнобойными юнитами в Старкрафте считаются боевые единицы, способные поражать цель на расстоянии более половины игрового экрана. У тиранов таковыми являются танки в режиме осады. У зергов это люркеры, у протасов риверы. Все они бьют по площадям, и это нужно учитывать как владельцу, так и его противнику. Основная соль использования таких юнитов состоит в том, что радиус их поражения гораздо больше, чем радиус обзора. То есть один и тот же танк, стоя на возвышенности и на уровне моря, бьет на разные расстояния. Это можно компенсировать, высылая вперед разведчика, который раздвигает границы зоны видимости. Также не стоит забывать о том, что огромная боевая мощь танка или ривера сопряжена с их слабой броней. Поэтому никогда не оставляйте их без присмотра юнитов сопровождения. Рампа. Рампа — это, как правило, узкий проход на возвышенность. Они присутствуют на многих картах и часто являются единственным входом на базу. Таким образом, защита рампы — ключевой момент в обороне базы. А прорыв такого прохода, особенно на начальных этапах игры, чаще всего означает победу в партии. Тем не менее, при грамотном использовании микроконтроля всего несколько юнитов могут успешно сдерживать на рампе превосходящие по численности войска противника. Прорыв же рампы — целое искусство. Это возможно лишь в том случае, если вы будете выманивать противника на открытую местность. Самое большое внимание рампе уделяют терпе. Если вы увидите, что рампа огорожена супледепотами, а сзади них отстроены бункеры, можете смело отступать и пересматривать свою тактику. Такая рампа неприступна для ваших юнитов ближнего боя. Мы — виртуальная школа. Учитесь на пятерке. Пока бесплатно. Разойдись. Смотрите далее. Ещё одна компания выходит на рынок игровых манипуляторов с мышью Коуны. И, конечно же, вас ждут новые соревнования. Сегодня вы увидите матч по дисциплине StarCraft, прошедший в рамках гранд-финала WorldKiberGames 2007 в Сиэтле. Представляем обзор киберспортивных девайсов. Компания Rocket выходит на рынок игровых манипуляторов с мышью Коуны. В ней реализован ряд технологий, которые могут заинтересовать фанатов компьютерных игр. Например, система Distance Control Unit позволяет через драйвер настроить то расстояние рабочей поверхности от стола, на котором сенсор мыши перестает перемещать курсор. Весьма крепким в буквальном смысле продуктом представляется анонсированная компанией Enermax клавиатура CESAR. Ее клавиши выполнены из алюминия толщиной 2,5 мм и закреплены на сетке из стальной проволоки толщиной 0,6 мм. В результате периферийное устройство при вполне стандартных габаритах весит внушительные 1,5 кг. В части функциональности клавиатура может похвастать поддержкой быстрого доступа к функциям Windows Vista пятью клавишами для управления медиаплеером. Компания Phantom представила LabBoard — комплект для игроков, которые любят проводить время, удобно разместившись в любимом кресле. Помимо беспроводной клавиатуры и лазерной мыши, данный набор включает в себя трансформированную жесткую поверхность, которую удобно разместить на коленях. Клавиатуру можно свободно вращать на подставке, что делает решение удобным как для правшей, так и для левшей. Кроме того, регулировке в пределах 22 градусов поддается угол наклона подставки. Недавно в сети появилась информация о довольно необычном пульте дистанционного управления Wave 100, позволяющем напрямую контролировать Windows Vista. Устройство оснащено цветным LCD-экраном размером 2,4 дюйма. Главным преимуществом Wave 100 является универсальность. С помощью этого пульта вы сможете управлять более чем 20 различными типами развлекательных устройств на расстоянии до 15 метров. Здравствуйте, любители киберспорта! Сегодня мы рассмотрим матч по дисциплине StarCraft, прошедший в рамках гранд-финала World CyberGames 2007 в Сиэтле. Лицом к лицу встретились два протоса. Это Пиджей и Сторк. Итак, встречайте! Ша Юн Чан, уроженец Китая, больше известный как Пиджей. Весной он, правда, переехал в Корею и играет теперь за одну из ведущих прогеймерских команд SK Telecom T1. Также он время от времени выступает под флагами португальского коллектива Эксцеллу и, соответственно, принимает участие во всех европейских лигах. Его противник Сторк, чемпион Лиги Цион 2004 года, а также обладатель серебра и бронзы на звездных чемпионатах Лиг Гом Ти Ви и Даум 2007 года. Настоящее имя Сонг Бианг Гу. Возраст 19 лет. Полезный коэффициент его игр составляет 61%. Если учитывать, что эта статистика собирается исключительно на официальных мероприятиях, то вы можете себе представить, насколько это серьезный противник. Первый раунд проходит на карте Параноид Андроид, версии 1.0. Противники расположились близко друг к другу. Желтыми играет Пиджей, оранжевыми Сторк. С первой же минут Сторк занимает активную позицию, напрягая одним-единственным Зилам Мэйн Пиджея. Пока что это не более чем психологическая атака. Подготовив первую ударную группу из шести Зилов и четырех гуннов, Сторк отправляет их в атаку. На рампе у Мэйна Пиджея их встречают примерно равные по силе войска. Сторк, умело используя Зилов в качестве заградительного щита, постепенно сливает войска Пиджея, вынуждая того выгодить подкрепление в виде пачки рабов. Балансируя на грани пропасти поражения, Пиджей сдерживает гуннов Сторка вплоть до прибытия ривера на шаттле. Сторк, видя такой сильный юнит, вынужден отступить. Но в итоге Сторк все-таки пробивается гуннами по рампе на Мэйн Пиджея и взрывает одного из риверов Пиджей, а заодно и шаттл. В результате этой суицидальной вылазки Сторк теряет своих гуннов в нападении и Пиджей получает временную передышку. Пиджей прекрасно понимает, что его противник имеет экономическое преимущество за счет отстроенного Экспо. Поэтому, собрав группу гуннов, он отправляет их в атаку при поддержке двух риверов в шаттле. Им навстречу устремляется пачка гуннов Сторка. Потеряв шаттл и половину гуннов, Пиджей продолжает наступать, а Сторк оттягивает свои войска к Экспо, ожидая прибытия своего шаттла. В итоге Сторк, имея явное преимущество в живой силе и грамотно используя микроконтроль, сливает остатки воружных сил Пиджея, вынуждая того сдать раунд и выйти из игры. Первый раунд финала остается за Сторком. Второй раунд проходит на карте Нео Бэгдо Дайган, версии 2.0. Белый цвет выпал Сторку, а Пиджей играет за коричневых. В этот раз Сторк проводит обранительную политику, и Зилы обоих игроков мирно осуществуют по обе стороны от узкого прохода. Но вот, собрав пачку из Зилов, Сторк пускает их в первую серьезную атаку. Пиджей встречает их с Зилами и Гуннами близ своего Экспо. Ценой потери половины своих сил, Пиджей отражает эту атаку Сторка. И вот Пиджей решается на контратаку. Пачка Гуннов при поддержке Зилов и Ривера в шаттле подходит к Экспо Сторка и попадает под огонь его пушек. Мало того, Пиджей забывает про Обсервер и невидимый его глазу Дарк Сторка, внушительно теплит ряды атакующих. В итоге, слив пару пушек и потеряв значительную часть своей армии, Пиджей вынужденно отступает вглубь карты. И вот силы обоих игроков встречаются в финальной схватке между двух Экспо Пиджея. У Сторка в обойме четыре мага, которые решают исход этого поединка с помощью Пси-шторма. Сторку остается лишь дожечь оголенные рубежи Пиджея, чем он с успехом и занимается. Счет по партии становится 2-0, а это означает, что Сторк выигрывает этот матч. Итак, кореец Сонг Бьянг Гу побеждает в матче против Ша Юнчана со счетом 2-0. А это означает, что Сторк становится чемпионом мира 2007 года в дисциплине Старкрафт, с чем мы его и поздравляем. Пиджее уже достается серебро, и это также достойно оваций. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов. Новые уроки школы виртуального спорта. И, конечно, самое интересное, новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»